К матчу с ЦСКА наша команда готовится в привычном функциональном режиме. В среду был день так называемой большой нагрузки, а в четверг прошла тренировка восстановительная. После разминки, растяжки, пробежки наши ребята разбились на команды и поиграли в теннис-бол. Это забава, которой все футболисты всегда придаются с большим удовольствием. Если тренировочный график был традиционным, то теоретическая подготовка перед матчем с чемпионом страны, безусловно, носила некоторые свои отличия, которые связаны с игровыми особенностями предстоящего соперника. Конечно, когда много можно о команде рассказать и многому нужно уделять внимание, конечно, сегодня было третийское занятие. Мы достаточно внимательно смотрели игру, анализировали и свои моменты доносили, какие нужно донести до футболистов. Понятно, что в матче с ЦСКА отнюдь не мои фавориты. И тем не менее, за счет чего можно навязать в ЦСКА свою волю, за счет чего можно рассчитывать на положительный результат? Ну, наверное, прежде всего дисциплина. Игроки, которые будут на поле в стартовом составе, должны выложиться на 100%, сыграть чуть-чуть выше своих возможностей. И, в принципе, мы должны, как я сказал, дисциплинированно, внимательно при обороне, и мы должны уметь хорошо выходить из обороны в атаку, уметь хорошо проводить ответные атаки. Наверное, это самый главный момент. Конечно, у ЦСКА больше преимущества и во многих компонентах, но не всегда это решает и дает положительный результат. Многие специалисты говорят, что у ЦСКА сейчас проблемы в атаке. Вы с этим согласны? Ну, я бы не сказал, что у них проблемы в атаке. Ну, конечно, модель игры прошлогоднего ЦСКА, где был быстро нападающий с хорошей скоростью, и сейчас Трауре, который, наверное, такой скоростью не отличается, но у него есть свои положительные моменты. Он хорошо играет вверху, хорошо принимает мячи, отыгрывается, достаточно опасен в штрафной площадке. Какие-то моменты у него были хорошие, но не забило. Я думаю, это, ну, не дай бог, конечно, не в нашей игре хотелось бы. А так, я считаю, хороший нападающий. Поэтому, ну, есть момент, наверное, то, что под вопросом игры Тошич, но есть Миланов, под вопросом Щенников, есть Набабкин. Поэтому, я думаю, у них есть кем заменить игрока, и при этом, чтобы не менялась игровая модель. Если субботний состав ЦСКА предсказуем, то вот понять, кто из футболистов Тами выйдет на поле стадиона Трут с первых минут поединка, пока довольно сложно. На момент нашей съемки, к сожалению, пока нет ответа на вопрос, смогут ли к матчу с ЦСКА быть заявлены за нашу команду футболисты, которые уже имеют с нами контракт. Это Лукаш Дропа, Кирилл Ковальчук и Погребняк. Мы, конечно же, очень надеемся на то, что все-таки они смогут принять участие в поединке против армейцев. Но вот в связи с этим возникает вопрос другого характера. Эти ребята давно не имели игровой практики, и в каком они сейчас находятся в функциональном состоянии? Ну, они в нормальном состоянии находятся в состоянии. Дропа, в принципе, и Ковальчук проходили весь тренировочный процесс с нами. Да, конечно, у них не было игровой практики, это минус. Но то, что они с нами выполняли все нагрузки, это однозначно. Но здесь второй вариант, как вы сказали, то есть, может, он первый. То есть, мы опять же сегодня ждем до заявки. Если у нас заявка пройдет, значит, у нас один состав может появиться на поле. Если у нас не пройдет, значит, опять надо что-то думать, искать другие варианты. Поэтому очень многое зависит от до заявки. Кстати, список игроков, которые имеют соглашение с нашей командой, но пока не заявлены за том для участия в официальных матчах, в четверг пополнился игроком сборной Боснии и Герцеговины, центральным защитником Огненом Вранишем. С ним был подписан контракт, рассчитанный на два года. Его появление на поле в игре с ЦСКА маловероятно, а вот футболисты, числившиеся в лазарете, уже тренируются в общей группе. В предыдущем матче против Ростова за нашу команду в силу травм не могли принять участие Кирилл Камбаров и Максим Бордачев. Однако сейчас они уже тренируются в общей группе, и мы надеемся, что в игре с ЦСКА они помогут нашей команде. Кирилл и Максим, они готовы, имею в виду Бордачев и Камбаров, готовы к игре, но не все в одинаковых находились в подготовке. Кирилл, в принципе, достаточно много времени пропустил, поэтому мы как-то думаем, думаем, как с первых минут он начнет играть, или может дать какое-то счастье ему играть в конце матча. А, в принципе, Бордачев к игре, я считаю, готов. Конечно, на игру со столь сильным и титулованным соперником футболистам Томи вряд ли потребуется какой-то особенный эмоциональный настрой. В таких поединках и команда в целом, и каждый отдельный игрок смогут проявить свои реальные возможности, продемонстрировать свои футбольные достоинства. Ведь к таким играм приковано особое внимание, а это дополнительный стимул. Недаром после яркой игры в стартовых турах чемпионата России Эрик Бигфлави после некоторой паузы вновь получил приглашение в национальную сборную Румынии. В субботу матч для Томи будет, конечно, очень и очень сложным. Хотя простых в премьер-лиге соперников, в принципе, быть не может. Однако поединок против чемпиона всегда обретает повышенный статус. Рад тому, что все-таки большой футбол вернулся в Томск. Опять в городе сегодня люди едут со всей Сибири. Стадион завтра будет... После завтра? После завтра однозначно переполнен. Поэтому я считаю это очень хорошее явление. И люди стремятся и спрашивают лишнего билетика. Вам не звонил никто из знакомых? Нет, мне болельщики периодически звонят, спрашивают, интересуются. А вот я сегодня вышел в город, а в городе на самом деле достаточно такой большой ажиотаж. Это радует. Хочется верить, что в субботу трибуны стадиона Труд будут заполнены до отказа. Уважаемые болельщики, обязательно приходите, поддержите Том. Нас с вами ожидает напряженный, но в то же самое время очень интересный матч. Надеемся, что команда нашего с вами города окажет достойное сопротивление грозному сопернику.